Грязевая горка, дорога в никуда, газовые трубы, закрученный в узел и дом, напоминающий Пизанскую башню. Вот такой пейзаж открывается из многоквартирного дома на высокогорной улице. Автор шедевра – стихия, которая обрушилась на Сочи осенью прошлого года. Но это случилось после того, как были обильные дожди у нас прошли, чрезвычайные ситуации по городу Сочи, когда уровень воды очень сильно поднялся, а стал таять снег. Так как это предгорье, поэтому оно за собой пошло, все эти воды потянули за собой пласт нашей земли. Но стихия только ускорила процесс, который был запущен гораздо раньше. Земля из-под ног начала уходить несколько лет назад. Наиболее вероятная причина – склон не очень-то подходит для строительства многоэтажки. Земли поднесся доводческие, а значит все вопросы к застройщику. Наш застройщик, можно сказать, не очень постарался закончить проект так, как он должен был быть. Здесь должна была быть подпорная стенка с парковочными местами. Собственно, он этого не сделал. Оползневой процесс запущен, и остановить его самостоятельно сочинцы не в силах. Вместе с почвой постепенно сползают в пропасть газовые трубы. Аварийные службы только успевают ремонтировать магистраль на высокогорной. Они приехали до Нового года, снова что-то переделали, ну не капитально они все сделали, просто подварили, сварили и снова уехали. Он также продолжает ползти, но в связи с оползнем мы не знаем, какие дальше последствия будут. Бригада горгаза наведалась на высокогорную и после праздников, чтобы подкрасить трубы. Вслед за ней на место схода грунта прибыл глава сочи Анатолий Пахомов. Он заверил жителей дома, над обрывом наедине с бедой они не останутся. Решением проблемы займется застройщик, тем более, что он ее и создал. Он вас свел куда? В заблуждение. А это мошенничество. А мошенничество – это уже тюрьма до 12 лет. И поэтому, вот как только будет возбуждено уголовное дело по мошенничеству, вот тут он начнет вместе со своими родственниками думать о том, что надо принимать меры. Глава Сочи дал поручение найти застройщика, а также дать людям юридическую консультацию. Ведь именно они будут отстаивать свои права в суде. У городской администрации, к сожалению, таких полномочий нет. К решению проблемы подключат и правоохранительные органы. По инициативе глава города в ближайшие дни в мэрии состоится совещание с их участием. Предстоит разобраться с жителем и с другим оползнем на той же высокогорной. Я бы, например, если это была городская черта, на них подал суд и взял бы экспертов, которые бы доказывали, что да, действительно, это стало причиной того, что набиралась вода, и эта вода отслоила там часть земельного участка. Жители считают, что причиной обвала грунта стала прокладка инженерных сетей. Спровоцировать оползень мог и несанкционированный сброс точных вод, который был выявлен в ходе визита. Правда, все это только догадки, которые подтвердить или опровергнуть может геологическая экспертиза. Но и опять же должны заказать сами люди, земли принадлежат им. Городская администрация поможет докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных. Елена Авсецна, телекомпания ФКТ.